А к православных друзей я часто слышу такое выражение «Живем от воскресения до воскресения, от литургии до литургии». Встреча с Богом для верующих – это всегда радость. И в воскресенье тебе почему-то не хочется спать, а хочется в храм на службу. Потому что каждое воскресенье там – Пасха и радость, новая жизнь. Только для неверующих Бог – это злой полицейский, который только и ждет, чтобы поймать перебежавшего на красный свет и хорошенько его поколотить. Для верующего – Бог, любящий Отец, который не просто учит тебя правильно переходить улицу, но поднимает, когда ты падаешь, и несет на себе, когда у тебя нет сил идти дальше. А разве можно не хотеть пойти на праздник, приготовленный для тебя любящим отцом? Другое дело, если ты, как большинство вокруг, вообще смутно представляешь, что делать в храме, хоть в будни, хоть в праздник. Для многих современных людей даже самые святые важные вещи, например, любовь, становятся чем-то вроде перекуса в Макдональдсе. Раньше любви посвящали сонеты, писали поэмы, жертвовали жизнью, могли запросто трою сжечь. А сейчас прекрасный принц говорит незнакомке, «Привет, я классный, поехали к тебе». Люди прошлого слушали и наслаждались операми и симфониями, а сейчас слушают и обсуждают рингтоны. Человека, воспитав на рингтонах, ужасает Толстой и Пушкин, смущает Монна Лиза и усыпляет литургия. Его духовная жизнь умещается между нырянием в крещенскую прорубь и валентинками, а эстетический выбор между Гуччи и Дольче Габбана. Но кто мешает вам не быть как все, не быть толпой, а взять и самостоятельно во всем разобраться? Разве трудно взять и сходить вместо кино в театр, а дома вместо бесконечных сопливых сериалов почитать хорошую книжку? И в храм пойти в воскресенье, но чтобы не ворон там считать, а взять и помолиться, попросить от души. Пускай молитв почти никаких не знаешь, просто от души помолиться своими словами. Так, мол, и так, Господи, пришел к тебе, помоги, не оставь. Дорогу осилит идущий, руки есть, есть, стучите, и вам обязательно отворят. Такие дела.